МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Юлия Рокотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Олег Кожемяка поручил создать комиссии по контролю за питанием в школах Приморья. Губернатора возмутили цены на хлебобулочные изделия и автоматы с газировкой. Мы направили миллиард рублей дополнительных денежных средств на улучшение питания. Для чего мы это направили? Для того, чтобы аутсорсованные компании заработали себе прибыль? Нет. Мы направили для того, чтобы они нашли дети. Один из главных православных праздников – Крещение Господня – готовится отметить верующие Приморье. Безопасность возле традиционных купелей обеспечат спасатели, врачи и полицейские. Сейчас инспектора непосредственно на местах занимаются уточнением и организацией именно безопасности. Во Владивостоке в 2019 году планируют построить и реконструировать 9 детских садов. Еще один в резерве. Он находится на Русском острове. Думаю, совместно мы сможем все-таки всех наших детей, внуков приводить в садики и быть спокойными. Также в выпуске. Во Владивостоке идет опору жителей, попавших в программу «Тысяча дворов». Они сами должны обозначить, какой видят придомовую территорию. Еще раз скажем. Всемирный день Битлз отмечается 16 января. Ливерпульская четверка – единственная группа, которая удостоилась собственного праздника. Но об этом немного позже. Сейчас о главном. Проверки качества питания и цен на хлебобулочную продукцию в школах пройдут во всех муниципалитетах Приморья по поручению Олега Кожемяка. На днях он посетил школы номер 17 и 46 и пообщался с ребятами. Школьники рассказали, что после увеличения краевых дотаций питание стало лучше. Однако меню все равно недостаточно разнообразное. Глава региона подробно изучил недельное меню столовой, а также продуктовую раскладку по каждому из блюд. Больше всего Олега Кожемяка возмутили цены на хлебные изделия – около 40 рублей за школьную булочку. Он поручил исполняющему обязанности главы города проследить за тем, чтобы продукция не стоила выше 12 рублей. И чтобы у детей был выбор. Губернатор также предложил убрать из школ автоматы со снеками и газированными напитками. После знакомства со школьным меню Кожемяка серьезно поговорил с представителем Роспотребнадзора и директорами. Все зависит от того, как Роспотребнадзор, как работает директора школ, как работает районное образование, задействованы ли родительские комитеты в этом вопросе. Мы направили миллиард рублей дополнительных денежных средств на улучшение питания. Для чего мы это направили? Для того, чтобы аутсорсованные компании заработали себе прибыль? Нет. Мы направили для того, чтобы они дошли к детям. Чтобы дети лучше питались. Поэтому ваш механизм контроля, он на сегодняшний день полностью отсутствует. Я пока не буду докладывать вашему руководству о том, что бездетельный абсолютно Роспотребнадзор в отношении школьного питания. По поводу контроля за качеством питания, за качеством приготовления и за выходом блюд. Мы это видели по школе на проспекте Красного Знамени. С тем, чтобы булочки, они вообще больше 12 рублей, не должны стоить ни в одной школе. С тем, чтобы вторник или четверг у ребенка был выбор. Олег Кожемяка считает, что пора создать специальные комиссии, в которые войдут представители Роспотребнадзора, управления образованием, а также активные родители по качеству детского питания. Провести проверки во всех школах и на основе полученных результатов принять кадровые решения по директорам. Напомню, по инициативе Олега Кожемяка в бюджете Примурья на 2019 год предусмотрели более миллиарда рублей на поддержку школьников. Обеспечение горячим питанием всех учащихся с 1 по 4 классы, учащихся 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Младшим ученикам будут каждый день давать стакан молока. Синоптики гидромедцентра России передали предупреждение. Для Примурья в ближайшие дни в крае будет дуть сильный ветер, поэтому жителям стоит быть осторожнее. С 15 по 18 января прогнозируется ветер от 15 до 20 метров в секунду, а 16-18 января – до 25. Ранее сообщалось, что к концу недели в Примурье похолодает до минус 35 градусов. Отмечу, начало января выдалось в Примурском крае экстремально теплым и абсолютно сухим. К середине этой недели в Примурье вторгся холодный воздух севера. Температуры понизятся на 3-7 градусов, в ночные часы – до минус 23, на побережье – до минус 15. На северо-восток края вновь вернутся морозы. Максимальная температура днем – минус 4-18. Во Владивостоке ожидается погода без осадков и похолодание на 4-6 градусов. 965 спасателей и 112 единиц техники в Примурье обеспечат в этом году безопасность желающих окунуться в прорубь. Уже в эту субботу, 19 января, православные верующие отметят праздник Крещения. Возле купели, кроме спасателей, будут дежурить врачи и полицейские. О том, как правильно окунуться в крещенскую купель, расскажет Светлана Садовая. В субботу, 19 января, православные христиане отметят праздник Крещения. По традиции, тысячи людей направятся к водоемам, чтобы совершить омовение. Однако в ледяную воду зимой нужно входить с умом. Об этом говорят и врачи, и представители МЧС, и духовенство. Сейчас инспектора непосредственно на местах занимаются уточнением и организацией именно безопасности. Что касается организации безопасности, это проверяется традиционно. Ну, как я уже сказал, толщина льда, затем сходни, огораживаются эти районы, делается это уже совместно с полицией. Специалисты МЧС обращаются к руководителям муниципалитетов, поселений и организаций. Если в планах есть организация купели, то необходимо уведомить об этом спасателей, чтобы те, в свою очередь, могли убедиться в безопасности места для купания и выставить пост. Что касается Владивостока, что к нам обратились, мы согласовали. Это где у нас безопасно, это бухта Новик. Кроме спасателей, в местах купания традиционно будут дежурить врачи и сотрудники полиции. Около пяти лет назад в одном из городов Приморья на крещение погиб молодой парень. Он нырнул, зашел под льдину и его утянуло течением, рассказал Леонид Маковецкий. Крещение, в который раз напоминает главный инспектор ГИМС, праздник, который всерьез связан с безопасностью. Что касается прибрежной части Амурского залива, либо когда было там на спортивной, это в этом году организовываться там не будет. Еще раз говорю, почему? Потому что ледовая обстановка просто не позволяет это сделать. Это влечет за собой угрозу жизни и здоровья нашего населения. Перед купанием в крещенскую ночь нужно проконсультироваться с врачом и уточнить, нет ли противопоказаний. С организмом при погружении в холодную воду может произойти что угодно. Обращение было в частности больше всего к медицинским работникам. Какого рода? Не то, что там человек окунулся или там плохо себя почувствовал. Там порез, там ушиб, там упал. Почему это все произошло? Ну, казалось бы, вот и стоят все, и спасатели, все помогают. Я бы сказал, те, что просто хотят этот праздник превратить в такое, ну, грубо говоря, попьянствовать. Такие псевдоверующие любят оставить за собой прямо на льду бутылки, пакеты и другой мусор, о который могут порезаться или ушибиться другие, желающие окунуться в прорубь. Несмотря на середину зимы, небезопасным может оказаться и выход на лед. Поэтому в места, где будут организованы Иордани, спасатели измерят толщину ледяного покрова, чтобы убедиться, выдержит ли он массовое скопление народа. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Запустят или нет? Власти Владивостока и руководство Приморья сделали два противоположных заявления о мусоросжигательном заводе. Замглавы городской администрации Александр Юров рассказал о том, что решение о возобновлении работы мусоросжигательного завода может быть принято только при условии проведения полной модернизации оборудования и по согласованию с краем, а также о том, что в администрациях города и края прорабатывается вопрос о строительстве нового мусороперерабатывающего завода вне городской черты. Между тем, директор департамента ЖКХ Елена Пархоменко во время общения с журналистами заверила, мусоросжигательный завод законсервирован и вновь не заработает. Закрытие завода в первую очередь было обусловлено мнением жителей. Даже несмотря на то, что все исследования указывали на его безопасность, жители были против и их мнение учли. Поэтому данное решение оспаривать никто не будет и завод вновь не планируют запускать. Гор мусора во Владивостоке точно не будет. Предприятие «Спецзавод номер один» справляется со своими обязанностями. Даже несмотря на то, что объем отходов действительно увеличился. Сейчас на базе полигона уже работает линия сортировки мусора. Поэтому часть отходов уже идет на переработку. Сказала Елена Пархоменко. О каком дворе мечтаете? Во Владивостоке идет опрос жителей, попавших в программу «Тысяча дворов». Специалисты административно-территориальных управлений администрации города встречаются с жителями домов, попавших в краевой проект. Проводят анкетирование, осматривают территории, оценивают примерный объем работ. Уже в ближайшие годы на территории 319 дворов будет проведено асфальтирование и благоустройство, либо установлены спортивные или детские площадки. Как только подготовительная работа будет проведена, администрация Владивостока направит заявку на субсидирование работ в администрацию края. Параллельно с этим специалисты начинают проектировать типовые виды спортивных и детских площадок. На выбор жителей будут представлены по три типовых проекта. Нам предстоит благоустроить во Владивостоке более 300 объектов, отремонтировать около 140 внутриквартальных проездов и придомовых территорий, установить более 100 детских и 70 спортивных площадок. Все работы должны быть проведены на высоком уровне с использованием качественных материалов и соблюдением всех норм безопасности, подчеркнул Олег Гуменюк. Благоустройство начнется уже в апреле-майе 2019 года. Программа рассчитана на несколько лет. Количество объектов, которые будут благоустроены в 2019 году, зависит от суммы выделенного финансирования и смет по каждому адресу. Напомню, проект был инициирован губернатором Олегом Кожемяко. Для участия приморцы собирали подписи и подавали свои заявки. По итогам победителями стали также жители 319 домов Владивостока, которым вручили сертификаты. Ознакомиться со списком победителей можно на официальном сайте города. Девять новых детских садов появятся во Владивостоке в течение ближайших лет. Некоторые объекты находятся на стадии проектирования, другие активно строятся. Исполняющий обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк посетил строительные площадки и ознакомился с ходом проведения работ. Подробности у Катерины Матвеевой. На месте Косогора детский сад. Трудно поверить, но уже в марте 2020 года здесь будет построено современное дошкольное учреждение для 240 малышей. Строители зашли на площадку всего месяц назад и рьяно взяли за дело. Сейчас идут земляные работы, идет подготовка под укладку фундамента и прокладку инженерных сетей. Сад будет типовым, таким же, как тигренок, котирок и светлячок. Трехэтажное здание с большими витражными окнами, террасами, музыкальными и спортивными залами ждут родители всего микрорайона Снеговая Пать. Решили мы дополнительную дорогу сделать, чтобы не было проезда вдоль домов. Мы понимаем, насколько это все-таки и шумно, грузовики. Сейчас есть дорога, можно сказать, дополнительная, которая в процессе будет также у нас отремонтирована и водится вместе с садом. Потому что мы понимаем, сад на 240 детей, это сколько человек будет водиться за детей, сколько машин будет проезжать, будет два подъезда. Сегодня во Владивостоке работают 120 детских садов. Еще 30 лет назад их было около 200. Но в 90-е годы многие помещения садов перешли в частные руки. Работа по возвращению этих объектов в ведение города была начата экс-главой Владивостока Игорем Пушкаревым. Под его руководством за последние 10 лет во Владивостоке открылось 25 садов. Еще 9 откроются в ближайшие годы. Это такие объекты, которые действительно очень важны для города Владивостока. Вы знаете, какое у нас социальное напряжение по садикам. И эта работа будет вести город Владивосток. Мы также нам выделяют деньги и к администрации края. Я думаю, совместно мы сможем все-таки всех наших детей, внуков, приводить в садики и быть спокойными. Они будут находиться в нормальных, добрых руках. В активной стадии строительства и детский сад с ясельными группами на Маковского 157А. Его введут в эксплуатацию в конце текущего года. Еще один сад реконструируют на Постышево 7А. Также новые сады появятся на улицах Станюковича 31А, Техвинская 3, Крыгиной 84, Кипарисовая 4. Ведется проектирование двух новых детских садов и в микрорайоне Патрокол на 240 мест каждый. Катерина Матвеева, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Служебная собака Лора помогла остановить вывоз дереватов из Приморья. Приморские криминалисты готовятся к важной дате. 100 лет исполняется экспертно-криминалистическое службе полиции России. В Дальневосточном университете займутся раритетами. Он будет вести экспертизу произведений искусства и частных коллекций. Медицинского центра САНОС. Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для Вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС. Это то, что Вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о Вашем здоровье. Сегодня с Вами Юлия Роакотская. И мы продолжаем. Служебная собака Лора помогла остановить вывоз дерева от Афис Приморья. Приморские криминалисты готовятся к важной дате. Сто лет исполняется экспертно-криминалистической службой полиции России. В Дальневосточном университете займутся раритетами. Он будет вести экспертизу произведений искусства и частных коллекций. На переходе в Полтавке задержали гражданина Китая с медвежьими когтями. Они были спрятаны в пачке от сигарет, которая лежала в нагрудном кармане куртки. Обнаружи дереваты помогла служебная собака Лори. Когти гималайского и бурого медведя широко востребованы в Китае. Их используют для производства лекарственных средств и как популярный оберег. Шесть когтей медведя в пачке от сигарет пытался вывезти граждан КНР в Китай. В пункте пропуска до Полтавка уссурийские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза объектов дикой фауны. Граждан КНР привлек внимание не только сотрудников, но и служебной собаке Лори. Четвероногого помощника заинтересовала куртка мужчиной, которую она обозначила своим активным поведением. В предусмотре в кармане куртки была обнаружена пачка цигарет, в которую граждан КНР спрятал дереваты, предположительно когти медведя. Уссурийская таможня в отношении граждан КНР возбудила дело по части 2 статичного цедента кодекса административных правонарушениях. Нарушителю грозит штраф до трехкратного размера стоимости товаров и конфискация. Когти изъяты, направлены на экспертизу. 1 марта 2019 года свой столетний юбилей отметит одна из важнейших служб Министерства внутренних дел – экспертная криминалистическая служба полиции России. В 20-е годы прошлого столетия при Петроградском уголовном розыске была создана первое справочно-регистрационное дактилоскопическое бюро. Первыми шагами были биометрия рук и их идентификация. Сейчас специалисты ежедневно участвуют в раскрытии сотен преступлений. Без их участия не проходит ни одно уголовное дело. Экспертная криминалистическая служба всегда находится в активной стадии развития. С помощью новейших технических средств и методик ее сотрудники решают сложнейшие задачи, которые ставит перед ними следственная и оперативная деятельность. Подробности у Светланы Садовой. Экспертным криминалистам Алексей Нефедов работает почти 20 лет. Эти специалисты первыми попадают на любое преступление – от кражи до убийства. Их задача – осмотреть место происшествия, собрать улики, а дальше исследовать их в лаборатории. Работа кропотливая и дотошная. Обследовать необходимо буквально каждый сантиметр места преступления. Мужчина убил свою жену и малолетнего ребенка. Его нашли, да. Он был задержан буквально через минуту через 15, может быть. Потому что он убивал ножом, было много криков, много крови, конечно. И вот меня, конечно, потрясла смерть маленькой девочки, которой было лет 5, наверное, всего лишь. В этом году криминалистической службе МВД исполняется 100 лет. Только за год эксперты-криминалисты проводят свыше 19 тысяч экспертиз. В почти половине случаев их исследования помогают раскрыть преступление. Главное в работе следователя – это привлечь виновное лицо к ответственности, доказать его причастность к совершенному преступлению. И поэтому современные методы, которые применяются при проведении экспертиз, помогут следователю как можно быстрее доказать вину человека, направить уголовное дело в суд, чтобы он понес заслуженное наказание. В чемодане эксперта-криминалиста перчатки, различные растворы, лупа, самый необходимый материал – дактилоскопический порошок. С его помощью эксперт находит следы рук. Все поверхности, где человек может оставить следы, эксперт обрабатывает этим составом. После копирует след, упаковывает в специальный конверт и отправляет в лабораторию на дальнейшую экспертизу. Мы сразу смотрим наличие следов, которые могут быть оставлены преступником. То есть на двери может какие-нибудь следы, на полу. Затем, если видим следы, мы их фотографируем, изымаем на дактилопленку и передаем следователю. Следователь упаковывает их, в присутствии понятых расписываются и изымают таким образом. Если следы невидимые, то тогда мы обрабатываем поверхности дактилоскопическим порошком с целью обнаружения следов пальцев рук. Экспертно-криминалистический центр «Приморья» сегодня один из самых лучших в регионе. Здесь собрана лучшая материально-техническая база для проведения экспертиз. Кроме того, в декабре 2017 года открылась ДНК-лаборатория, где оперативно проводятся исследования биологических следов и объектов, поступающих на экспертизу. Теперь нет необходимости направлять материалы для исследования в другие регионы страны, как это было ранее. Кроме того, в экспертно-криминалистическом центре проводят баллистические, трассологические, техникокриминалистические и даже почерковические экспертизы. Специалисты подчеркивают, нельзя совершить преступление и не оставить следов. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. В ДВФУ будут вести экспертизу произведений искусства и частных коллекций. Займутся этим ученые Школы искусства и гуманитарных наук с привлечением специалистов. Университет создает постоянную площадку для общения экспертов и коллекционеров. Это позволит увлеченным собирателям получить новую информацию о своих раритетах и повысить качество коллекций. Отмечается, что в нашем регионе находятся богатейшие коллекции, но о них мало кто знает. Главным образом, потому что у коллекционеров нет возможности показать свое собрание экспертом. Печать Дальневосточного университета и подписи авторитетных экспертов придадут официальный статус и подтвердят качество коллекций. Читать сегодня модно. Саморазвитие и самосовершенствование, истории, фантастика, фэнтези, приключения, детективы и юмористические рассказы. Жанров книг огромное количество и практически в каждом из них можно найти что-то полезное для себя. Узнать, что предпочитают читать приморцы, решили и корреспонденты Восьмого канала. Продолжит Дмитрий Беломеснов. Чтение книг всегда в моде. К тому же хорошая книга – это отличный подарок другу, члену семьи или себе самому. Приморья богата авторами, многие из них получили признание широкой публики. Однако интересно, что предпочитают читать жители Дальневосточной столицы. Фэнтези, детективы, триллеры, психология – эти жанры пользуются большим спросом у читающих приморцев. Не обходят стороной и научную литературу, а также нон-фикшн – жанр, для которого характерно построение сюжетной линии исключительно на реальных событиях, с редкими вставками художественного вымысла. Любят читать и авторов дальневосточников, к тому же многие из них популярны за пределами региона. У нас всегда популярен Василий Авченко, это наш владивостокский писатель, который достиг известности в том числе в Москве и известен на всю Россию. У него одна из его популярных книг – это «Кристалл в прозрачной оправе». Ну, то есть это такая книга, которая вышла на широкую публику. При помощи книг владивостокцы изучают и историю нашего города. Документальная литература также не теряет своей востребованности. Записки Элеонора Прей, ее письма, или две книги у Нелли Мисс, нашего краеведа, которые связаны с историей улиц Владивостока, с их названиями, с тем, кто там жил и как устраивался быт в начале века, тоже очень активно спрашивают. Интерес к писателям Дальнего Востока России настолько огромен, что отрывки из произведений приморских авторов звучат и на радио «Лема» в рубрике «Лев по вторникам». Мы сделали ее, потому что у нас очень тяжело для молодых писателей, начинающих писателей, как-то продвинуться, где-то себя показать. И кроме того, ну, хочется, чтобы еще что-то читали, помимо там Джоан Роулинг или Азика Азимова, читали еще какие-то другие произведения. И то, что у нас писатели в Приморье умеют писать не хуже. Василий Авченко, Лора Белоиван, Татьяна Таран, Ольга Шипилова-Тамая. Имена писателей-приморцев, наших современников, можно называть долго. Разнообразие жанров, узнаваемые места, своеобразие характеров главных героев, закаленных морем и тайгой, заставляет искать на полках родных авторов. Прозаиков и поэтов, которые любят писать о Владивостоке и Приморье, с тем, чтобы читатели могли узнавать новое о городе и крае со страниц книг, а также заново влюбляться в место, где живут. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом. 16 января бетломаны всего мира празднуют Всемирный день Битлз, одного из самых популярных коллективов в мире. Ливерпульская четверка – единственная в мире группа, которая удостоилась собственного праздника. Если дни рождения других музыкальных коллективов отмечают лишь самые ярые фанаты, то праздник в честь знаменитых бетлов закреплен на официальном уровне. Подробнее Дмитрий Беломеснов. Битлз – легендарная ливерпульская четверка, поистине величайшая группа. Единственная во всем мире, которая удостоилась чести иметь свой международный день. По решению ЮНЕСКО, начиная с 2001 года, 16 января становится днем честования группы во всем мире. Именно в этот день, в далеком 1957 году, состоялось открытие известного клуба «Каверн», где много лет назад начали свой творческий путь трое друзей – Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Позднее к ним примкнул четвертый постоянный участник команды – Ринго Стар. Имя группы – игра слов, смешение слов бит и жуки. Совместно было выпущено 13 альбомов, в которые вошли 211 песен, и каждая из них становилась хитом. Одна знаменитая песня «Yesterday», «Yesterday», дальше слов не знаю, к сожалению. Есть песня такая «Twist and Shout», и там так «То-то-то-то», «То-то-то-то-то», «They're checking a baby now», «Checking a baby». «Let it be», «Let it be», «Let it be», «Let it be», «Wishing you», «Let it be». Не сильно в английском. Всемирное помешательство началось после выхода в 1963 году песни «Хочу понравиться тебе». По всему миру был продан один миллиард ее записей, никому больше это не удавалось. Существуют и другие их рекорды, не побитые по сей день. Без преувеличения в 60-70-х годах абсолютно во всех странах мира сотни тысяч людей жили этой четверкой, ловили каждое их слово, копировали каждый жест, смеялись шуткам, рыдали под сценой и творили прочее безумство. Тысячи аналитиков изучали это психологическое состояние масс, названное «Битломанией». Легендарная группа из Британии, творчество известно и есть любимые песенки. Наверное, во всех уголках земного шара каждый слышал такую группу, как «The Beatles». Британцы, которые внесли непомерный вклад в историю формирования современной поп-музыки. Многие их мелодии, гармонии, идеи, ну не только их, их продюсеров тоже, о чем, кстати, мало кто знает, стали потом предтечами современной поп-культуры в музыке. Они классные. Когда слушаешь «Битлз», вспоминаешь какие-то моменты, ассоциации, потому что ты вырос на «Битлз». Мне кажется, нет такого человека, который бы не вырос на «Битлз». Всегда есть какая-то любимая песня, всегда есть каких-то несколько любимых песен, которые ты в какие-то определенные моменты слушаешь. И это, пожалуй, самое важное, когда в какой-то группе, из какой-то группы ассоциируется какой-то момент в жизни. Поэтому, не знаю, «Битлз» должны любить все. Многим кажется, что эта легендарная группа существовала долгие годы, но коллектив играл только 8 лет. 9 апреля 1970 года Пол Маккартни заявил, что отказывается сотрудничать с «Битлз». Так и закончилась история группы. Однако их творчество внесло значительный вклад в развитие музыкальной индустрии. Многие знаменитые композиторы и певцы следовали их примеру. Сегодня коллектив занимает первую позицию в списке самых великих исполнителей за всю жизнь, по версии Rolling Stone. Несколько лет назад этот журнал опубликовал 500 лучших композиций за все время. И больше всего в этом топе песен «Битлз». 16 января поклонники Ливерпульской четверки из разных уголков планеты включают композиции, полюбившиеся меломанам различных возрастов, чтобы снова насладиться бессмертной музыкой битлов. И до и после этого музыкального коллектива было много популярных и успешных исполнителей, но ни один из них не дотягивал до Ливерпульской четверки, потому что «Битлз» — это не просто группа, это эпохальное явление планетарного масштаба. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. И далее к новостям спорта. Хоккейный клуб «Адмирал» обыграл одного из лидеров КХЛ. Волейболистки «Приморочки» стали на шаг ближе к серии плей-офф. Студент КДВФУ выступит на баскетбольном матче «Звезд». Подробности у Максима Яковлева. Хоккейный клуб «Адмирал» встретился во Владивостоке с финским йокеритом. Один из лидеров западной конференции, казалось, легко расквитается с приморцами. Во всяком случае, такие ощущения витали в воздухе на первых минутах. Гости уверенно открыли счет. Моряки же бросились отыгрываться и почти весь оставшийся период пробыли в атаке. За это время «Адмирал» успел сравняться. Единицы на табло провисели весь второй период, после которого зрителей ждала неожиданная развязка. Приморский клуб смог за 15 минут забить три безответные шайбы. Финская команда ничего не могла противопоставить Глазачеву, Конькову и Стрельцову. В итоге эта череда голов принесла «Адмиралу» довольно внезапную победу 4-1. Впечатляющая победа, увы, пока никак не сдвинула «Адмирал» с последнего места в таблице. Следующий матч приморцы проведут вновь во Владивостоке с Череповецкой Северсталью. Приморочка дважды обыграла клуб «Тюмень-Тюмгу». Наши волейболистки в гостях смогли переиграть одного из главных соперников по турнирной таблице. В первом матче победа досталась нелегко. Спортсменки отработали пять партий, после чего при счете 2-3 желто-черные все же оказались сильнее. Ответная встреча далась приморцам куда легче. В этот раз наши девушки обыграли хозяев со счетом 1-3. После девятого тура приморочка сохранила за собой пятое место в турнирной таблице высшей лиги А. До конца регулярного чемпионата нашей команде предстоит сыграть еще шесть матчей, после которых Владивостокский клуб, скорее всего, будет ждать серия плей-офф. Студентка ДВФУ выступит на баскетбольном матче звезд АСБ. Евгения Шинкаренко из Владивостока включена в команду «Восток», которая сразится с Западом на ежегодной игре лучших студентов-игроков России. Юбилейная десятая встреча этих двух коллективов пройдет 26 января в Великом Новгороде. Стоит отметить, что Шинкаренко уже во второй раз выпадает в такой шанс, что считается удивительной редкостью для ассоциации студенческого баскетбола. Напомню, женская сборная ДВФУ по баскетболу считается одной из сильнейших учащихся команд России. В копилке девушек звание рекордсмена по количеству выигранных медалей. В нынешнем сезоне АСБ они также уверенно занимают первое место. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Олег Кожемяка поручил создать комиссии по контролю за питанием в школах Приморья. Губернатора возмутили цены на хлебобулочные изделия и автоматы с газировкой. Во Владивостоке в 2019 году планируют построить и реконструировать 9 детских садов. Еще один в резерве находится на Русском острове. Один из главных православных праздников – Крещение Господня – готовится отметить верующий Приморье. Безопасность возле традиционных купелей обеспечат спасатели, врачи и полицейские. Во Владивостоке идет опрос жителей, попавших в программу «Тысячу дворов». Они сами должны обозначить, какой видят придомовую территорию. Приморские криминалисты готовятся к важной дате. 100 лет исполняется экспертно-криминалистической службе полиции России. Всемирный день «Витлс» отмечается 16 января. Ливерпульская четверка – единственная группа, которая удостоилась собственного праздника. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции – 249-88-12. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу – мы поможем. 8 канал «Главное – Владивосток». Дружба, набравшая тысячи просмотров. В сети интернет появился ролик о дружбе утки и собак. Дело в том, что утка по кличке Гав из Омска ведет себя как собака. Также ест из миски, гуляет и даже отзывается на кличку. Ее друзья Шарпии, Фест и Сэнди. По словам жительницы Омска Анастасии Калмычковой, в чьей квартире живет утка-птица, даже попрошайничает, как и ее четвероногие питомцы. Гав живет в квартире с июля 2018 года. Настя спасла ее от смерти, когда утка была еще птенцом. Она выпала на проезжую часть из грузовика, который вез утят на продажу. Птица за два дня подружилась с Шарпиями, а Фест даже стал ее фаворитом. Смотрим на них прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом.